Библия говорит Алексей Алексеевич, вопрос анонимный, вопрос такой. Нужно ли сделать замечание пастору, которое демонстрирует в проповеди дурные манеры и портит себе репутацию? Если нужно, то как это делать правильно? Это всегда чувствительный вопрос, потому что, когда мы говорим о любой критике, она может быть воспринята конструктивно или неконструктивно. Она, конечно, может быть преподана конструктивно, созидающая, или наоборот, унижающая, раздавливающая и уничтожающая иногда. И она может быть воспринята. Это зависит от уровня свободы, уровня отношений, которые есть между людьми, уровня зрелости обоих, и тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Ну, во-первых, нужно сказать, что если речь идет о грехе и греховных вещах, то тогда Писание ясно говорит о том, как это делать. В пятой главе первого послания Тимофея апостол говорит о том, чтобы обличай пресвитера при двух или трех свидетелях. То есть, и это не то, что вот я что-то знаю, я соберу себе группу поддержки. Нет, если есть два человека, которые видят эту проблему, или три человека, вот они тогда... Почему это важно? Потому что служитель несет, пресвитер несет ответственность перед Богом. И церковь, Бог повелевает церкви слушаться пресвитера, повиноваться пресвитерам, воспринимать их как лидеров, относиться к ним с уважением, с почтением. И поэтому нужно подходить так нелегко, нелегковесно, а очень ответственно, очень серьезно, понимая, что мы участвуем в процессе исправления, мы хотим, мы пытаемся помочь человеку исправиться, особенно, когда речь идет о грехе. Теперь что делать с теми ситуациями, когда речь не идет о грехе, как вот он здесь пишет или она пишет о дурных манерах. Это могут быть слова-паразиты какие-то, это может быть просто самопостановка, как человек себя держит. Всякие разные вещи, которые могут отвлекать людей, или как в действительности она там говорит, портит себе репутацию, репутацию, но возможно унижать этого человека, когда он делает что-то неправильно. И здесь вот тот, кто со стороны видит, он движим желанием помочь. И поэтому нужно сохранить это сбалансированное, здоровое отношение к той ситуации. Ну, во-первых, самое большое, нужно иметь правильное состояние духа, когда ты это говоришь. То есть, если вы боитесь, если вы напряжены, и будете пытаться говорить о таких чувствительных вещах, скорее всего, оно не принесет доброго плода. Найдите какого-то человека, который может по-дружески, спокойно положить руку на плечо и сказать, слушай, ты знаешь, что в носу не ковыряйся, в время проповедей, или что-то типа такого. У меня было долгое время, здесь в церкви одна душа, одна сестра, пожилая сестра, которая была учительницей в Советском Союзе, учительницей русского языка. И она долгое время после проповеди, не после каждой, но достаточно часто подходила и исправляла мои ударения. Когда я делал ударение на словах, не так, как правильно. Но она всегда делала это абсолютно благородно, очень мягко, очень с уважением. И я всегда к ней относился именно так, понимая, что она желает мне добра, и я прислушивался, видел, что это полезное взаимодействие. Здесь нужно избегать, чтобы не получилось какое-то напряжение, когда этот человек, возможно, не готов воспринимать подобные вещи, а вы все-таки пытаетесь об этом сказать, и он, может быть, не совсем мягко воспримет это. То есть, может, из маленькой проблемки, неправильного ударения, получится большая проблема потерянных взаимоотношений. Так вот, лучше пусть ударение неправильно ставят, чем вы сотворите там большую проблему во взаимоотношениях. То есть, как это сделать? Да, это нужно делать. Но даже все равно, представь себе, если... Я помню, когда-то однажды я проповедовал, не проповедовал, а что-то вышел объявлять что-то, и у меня галстук был без вот этой... Заклепочки. Заклепки, да, которые держат, без клипсы этой. Вот. И я вышел и застегнул свой пиджак под галстуком. Галстук мой висит. Висит сверху. Модно выглядело. Висит сверху. Ну, это просто... Ну, греховного ничего не произошло. Но я вижу, что весь народ где-то чувствует себя... Улыбается. Чувствует себя очень неловко. Вот ты просто делаешь что-то, что привлекает к себе ненужное внимание. Ну, там не нужно было мне подсказывать. Я просто глянул и понял, что я опростоволосился и поправил это дело. Так вот, подобные вещи ты, конечно же, можешь и должен подсказать человеку. Но сделай это мягко, сделай это из любви, сделай это так свободно, не делай из этого чего-то большого, какой-то катастрофы. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава тебе. Друзья, дорогие, надеемся, что вы получили ответ, как это сделать, как помочь вашему пастору или еще кому-нибудь другу, не другу. Все делать надо с любовью, действительно. На сегодня все. Благослови вас, Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма-собака-слова.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!